Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе «Назад на рыбалку в СССР» и «Ретро ностальгия». И сегодня я расскажу, то есть вам покажу, мне попались самые маленькие блесны, самые маленькие вертушечки, микровертушки, сейчас их называют вертушки для ультралайта, микровертушки, микрорыбалка вот эта популярная, но такие вертушечки были и в СССР. Сейчас я покажу самые маленькие мои вертушечки для ультралайта, то есть для микровертушки, микроблесна можно назвать, раньше не называли вертушки, называли всё блеснами, давайте, но, к сожалению, я не знаю, где они производились. Давайте я всё сейчас вам расскажу и покажу. Поехали! Итак, посмотрите, аж приближу, они очень-очень маленькие, как можно сказать, ноготь на моём мизинце. То есть, посмотрите, сама по себе эта вертушка небольшая. У меня таких три абсолютно одинаковые, идентичные. То есть, вертлюжок, посмотрите, три вот этих пластмассовых шарика, сама вот эта, сам лепесточек вот этот, тройничок, и здесь, смотрите, мушка такая на тройничке. Сейчас вы сами, вот такая вот простая конструкция, здесь три отверстия на лепестке нашей вертушки. Далее, сейчас вы сами убедитесь, что это, говорят, самые маленькие мои вертушки СССР, для микровертушки из СССР весят они всего 1,6 грамм. То есть, вот такая вот микровертушечка. Далее, лепесток не магнитит. В длину она со всей фурнитуры 5 сантиметров. Сам лепесток 2 сантиметра. И давайте, конечно же, проверим её игру в ванной. Итак, проверяем, видим, что она не запускается. Может, так и должна она быть, вы напишите в комментариях. Вот такая вот блёсенка. Вообще, это было похоже на вертушку, но посмотрите, лепесток не крутится. Итак, вот такая вот, ещё раз скажу, вы спросите, как же она всё-таки, вот такая вот вертушечка или блесна, забрасывалась такими жёсткими спиннингами в СССР. Были очень жёсткие спиннинги с жёсткими тестами. Я отвечу, были специально разработаны эти грузы. Грузы назывались фильды или груз универсальный, который надевался на поводок, и на поводок уже зацеплялась вот эта блесна, вертушка. И абсолютно там груза были разных 20-30 грамм. И можно очень на любую уже длину, на любое расстояние комфортно было забросить. То есть, тоже это всё было продумано. Но вот эти, напишите в комментариях. Это заводские именно вот блёсные вертушки из СССР. Я не раз их видел. Они продавались иногда где-то на форумах, проскакивали. Но где производились, никто не знает. И их название, к сожалению, тоже неизвестно. Итак, на сегодня всё. Всем, кого понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока!